28 декабря 2022 года президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе Баку Центра ДОС-5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения. А уже с начала года Центр открыл двери для своих первых посетителей. Четырёхэтажный центр, общая площадь которого составляет около 4500 квадратных метров, спроектирован в стиле модерн и конструктивизма и отвечает самым высоким стандартам с точки зрения инженерных систем. На первых двух этажах проводится обслуживание граждан. На оставшиеся двух расположены административные помещения, комнаты управления информационно-технического характера, охрана труда и другие. В Центре работают до 120 человек и 50 волонтёров по программе «Добровольный ДОС». За сутки планируется оказание услуг 650-700 гражданским лицам. Услуги, предоставляемые гражданам, будут проводиться параллельно в окнах обслуживания социальными агентами, работающими в этом центре. Они охватят сферы занятости, социального обеспечения, социального обслуживания и другие направления. В общем, планируется оказание 154 услуг. Также услуги ряда центральных и местных органов исполнительной власти будут оказываться членом семьи шахидов, а также инвалидов войны в рамках единого коррекционного центра. Помимо оказания услуг, в этом центре созданы специальные возможности для обучения, которыми смогут воспользоваться сотрудники ДОСД, в том числе молодые специалисты и волонтёры. Планируются различные программы обучения, при соединении к международным контентам будут реализованы проекты и программы сотрудничества. В агентстве ДОСД есть учебный центр по повышению квалификации сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения. Также для их развития здесь планируется открытие библиотеки. И впервые в нашем центре будет работать центр медиации. По сегодняшний день центры ДОСД оказали услуги в целом свыше 1 миллиона 250 тысяч человек. А уровень удовлетворённости граждан составил 98,2%. Как только узнала, что в нашем районе открылся такой центр, сразу решила обратиться по поводу пенсионной услуги. И я осталась очень довольна как персоналом, так и решением моего вопроса. Мы пришли сейчас по поводу социальной помощи. Оказанные услуги, в принципе, никаких проблем не создала. То есть всё нормально. Плюсами волонтёрства является то, что мы получаем опыты в различных сферах и также знания, также законы Азербайджана изучаем, связанные именно в социальной сфере. Я студент. Раньше работал волонтёром в службе АСАН и Формуле-1. Наша работа состоит в регулировании обращений граждан, их очередей, в том числе процесса предоставления социальных услуг различных категорий. Отметим, что концепция ДОС, положившая начало качественно новому этапу в сфере социальных услуг и способствовавшая существенным изменениям, является важной составной частью институционально-структурных реформ, проводимых в нашей стране. Нюльфер Асланзайды, Урфан Алиев, Новости АСТВ.